всем привет сегодня вас хочу познакомиться со своим новым пополнением достаточно интересным пришли они вот в таком альбомчике альбомчик достаточно симпатичный не убитый так тут у нас пластинки от жвачек но это так наверно 70 80-е годы вот что тут из интересного более-менее это у нас читлекс адамс франция бруклин всем известный это итальянский бруклин хотя фирмы тоже бывают разные бруклин в основном перфете но есть и другие сейчас не вспомню но что-то точно было но самый известный французский голливуд достаточно тут есть несколько некоторой разновидности но это достаточно распространенный также греция германии вот эти наверно одни из самых распространенных оберт керманских но хотя тут тоже есть очень редкие разновидности которые мне к сожалению не попадались разновидность конечно же является это надписи на обертках всеми нами любимым лелик и болик американские оберки фруид стрип страйп с английским у меня совсем плохо поэтому не обращайте внимание на мое произношение вот эти обертки кстати вот лелик и болик они имеют разновидности не все знают все собирает ну не все опытные коллекционеры знают что есть четыре разновидности одна из разновидностей этого тут шрифт различается различается вот эта единичка она может быть крупный также вот тут одерн тут широкая широкий якорь есть узкий якорь то есть их 4 разновидности вот картинка одинаковая а по надписям ну разный давайте вот еще откроем тоже из этой же серии может быть вот к примеру качество хорошее достаточно данных оберток видите надписи одна из разновидностей все остальные тоже из других серий хотя нет вот тоже вот пример что я говорю говорил про якорь вот разновидность видите узкий и широкий якорь также у них если обратить внимание немножко отличается шрифт тут но это при детальном рассмотрении можем уже вставлять не будем так тут у нас германия сша обертки южная корея одна из самых известных у них всем хай тай не будем откроем потом у кого тоже интересная оберточка видимо а нет неинтересно это обрезанная пачка куда-нибудь в обертки с дефектами достаточно интересная обертка мэдден и ньюисей написано юсей на посмотреть хотя нет африка вон написано это по правам права наверно сша смотрю интересная обертка вот недавно снимали видео открывали татушки у нас на канале в группе и один использователь нам дал четкое пояснение что шестидесятые годы у данди был вот такой логотип после там в семидесятые уже они поменяли на ровный логотип считаю что очень полезная информация очень приятно что пользователи такое пишут информирует нас так сказать повышает нашу грамотность и в частности мою тут интересные обертки судя по всему италия будет да фабрика италия классная обертка сразу можно не отнести к редким такой вот такой у меня не был такой я не видел что-то очень интересная обертка не знаю так наверно шестидесятых может семидесятых годов роял гум непонятно что к ее сеть что написано вот посмотрим классная левка peppermint тоже такую обертку не встречал ну а остальное распространенное алжир япония вот это скорее всего может быть испании может быть сша толк ничего не скажет это китай у нас нитероглиф ровные китайские ну распространенные обертки германия тоже китай финлядия давайте откроем дженки тоже не сказать что частое но и не сказать что редкая обертка киномон обычно мне почему-то синий peppermint теперь спермент мин попадается а тут вот попался другой вкус тоже вот интересная обертка холидей кулуми значит германии скорее всего да вот германии это их не значок фирма american посмотрим потом при детальном рассмотрении мы дан нет вест германии до классная обертка ну почему-то германские обертка вообще дешево стоят в целом бывают такие интересные возможно там много у кого знакомых достают им или свое время много привозили сюда а вот давайте еще интерес не особо редко но ираковская обертка и хороший обрез и они страдают кривой обрезкой тоже и качество хорошее конечно жалко вот тут лопнута краска а так классная обертка тоже в турции у нас попалась одна из самых популярных фирм кент производитель жвачки все мы любим турецкие вкладыши это турбо типе типы минти дели дул в общем кент классные вкладыши жвачки производил но со со самое популярное конечно это типе типы и бренд типи типы турбо по польше у нас тут также представлена германия италия иран югославия греция а вот ссср давать которые все помнили все мы их жевали в своем детстве я лично помню родители просил чтобы не купили тогда еще маленьким вот кривой обрез страдают наши жвачки этим италия невада много тоже разных разновидностей вот вкладыши в целом ты покупался и эти вкладыши зацепила меня вот эти пяти по чем я раньше говорил достаточно редкий девятнадцатый номер неплохое качество видим мы оригинальный вкладыш ну и вообще мне персонаж нравился свое время собирал типе типа была достаточно большая коллекция именно до семисотого номера вкладывая эти деньги но в один прекрасный момент решил ее продать не могу сказать что жалею но и иногда такая ностальгия возникает что такие чувства что очень жалко что продал и сейчас бы собирал бы дальше ну вот были обстоятельства в жизни всякие бывают своего рода можно делать инвестиции такие вкладыши они пока не видел чтоб я дешевели а очень даже сильно дорожают тоже обертки кубики вот обертка от этого типа типа так может кто знает кто не знает вот видите цифра 2 это значит что второй десяток то девятнадцатый номер было три значит номера были на двадцать ну и так далее что тут еще интересно то вроде ничего больше ну и 100 тут тоже обертки ссср скорее всего это как фабрика крупская москва может геленджик то есть самое интересное в этих обертках в каком городе не москва ленинград очень извиняюсь да вот имени крупской но это самое наверно распространенный из ссср не считая может вот калев ну я не знаю так очень распространенной серии хотя может быть и с волком и геленджик и по моему даже из казахстана есть какие то с волком фирму сейчас не вспомню так на ходу вот югославия фока в общем целом неплохой интересный альбомчик вот тут еще интересные несколько оберток совпадение например вкладыш плюс обертка обертка почему-то обрезана видимо много места занимает вот видно ножницами не люблю когда попадается что-то обрезанное прям раздражает меня это вот так номер 29 флаг то у нас наши друзья китай ну все на этом все обзор своего поступления закончу на этом если у вас есть что-то предложить для продажи или обмены всегда могу рассмотреть также готов приобрести некоторые жвачки для вскрытия там можете сами на группу добавлять вскрытия жвачек в общем ждем любую интересную информацию все спасибо всем пока